Ну чё, маленькие девочки, всем привет! Чё Иринка привезла с Крыма? Сейчас покажу. Ой, Иринка, много чё привезла. Короче, я там покупала платье. Вот такое. Чёрное. Такое платье хорошее. Я его, короче, буду зимой носить. Куплю себе пухан короткий. И буду в таком шикарном платье ходить. Короче, он стоил там две с половиной. Ну, он такой тёпленький. Ну, тут, кстати, синтетики очень много. Ну, швы, короче, ровные. Ещё такое, кстати, платьишко. У меня в двух цветах такое платье. Ну, это как типа толстовки. Ой, не толстовки. Кофты такой тёплой. Платье. Вот, короче, первое платьишко. Потом второе. Такой нежный-нежный фиолетовый цвет. Такой красивенький. Такой красивый платьишко. Ну, да, мне вот это больше как бы нравится. Там много было очень цветов. Голубого жалко не было. Голубой мне очень идёт. Такой красивенький. Таких два платья у меня есть, знаете, мой. Ну, знаете, я сегодня прибралась в шифонере. Я два мешка выкинула одежду, которую я носить не собираюсь. Так. Потом я, короче, ещё взяла леггинсы. Тоже взяла в Крыму. Они, кстати, так хорошо на мне, эти леггинсы. Ну, единственное, знаете, что, что вот тут резинка. Ну, она не очень такая резиночка. Но можно было и получше сделать. Вот. Ну, ничего, леггинсы. Что-то они стоили, короче. 600 рублей, что ли, там. Я приехала домой с двумя сумками. И три пакета у меня было. Такие неплохие леггинсы. Походичку будет самое то. Так, что ещё, что ещё? А это я, короче, купила в поезде. Не знаю, зачем купила. Ну, варежки-то да. Варежки вот они. Ну, кстати, в Крыму, в Крыму такие же продавались варежки. Там и носки продавались. Можем было это всё в Крыму взять. Ну, что-то Иринка не захотела приобрести в Крыму. Короче, эти варежки стоили 500 рублей. Такие неплохие варежки. Ну, мне кажется, они явно не из собаки, эти варежки. Такие мягкие. И пахнут непонятно чем. Такие варежки. Красивенькие. Тут собака нарисована. Кстати, следующий год кого у нас? Не знаете? Взял, короче, маме жилетку. Ну, как кардиган. Кардиган. Говорит, что ты привезла своим? И спасибо, скажите, что себя привезла. Вот такая, короче, жилеточка. Ну, знаете, не знаю, чем она пахнет. Ну, типа, она из собаки. Собак же чешет, потом делают нитки из них и вяжут. Ну, как-то так. Вот такая, короче, маме. Тут еще, короче, кармашки где-то были. Кармашки. А где кармашки? А, она, короче, вывернута. Вот так она выглядит. Тут такие кармашечки хорошие. Вот я люблю с кармашками все. Я вот единственное, что не особо люблю, это короче, кофты с капюшоном. Потому что они мне очень мешают. Это будет мамой зимой ходить. Вот такой вот кардиганчик. А, я же там еще, там же, там же. Там же я сам же купила рюкзак за 3 тысячи. Ну, это типа какой-то это. Видите, тут даже сумочка специальная есть под рюкзак. Блин, вы бы знали, как я паковала вещи свои. Вот такой, короче, рюкзачок. Кармашки. Вот люблю я с кармашками. Вот тут кармашек. Вот тут кармашек. Вот тут, кстати, это, типа, что ли, такая ткань какая-то хорошая. Сзади он выглядит вот так вот. Ну, если его набить хорошо, то да, он будет хорошо смотреться. Вот тут сбоку два кармашка. Тут кармашек, тут кармашек. Внутри кармашек. Еще тут один кармашек. Да и все. А еще я там, короче, на рынке купила косметичку. Эта косметичка стоила 250 рублей. Я, кстати, про нее забыла. Вот только нахера я ее купила. Вот тут кармашек. Ну, если в следующий раз поеду в Крым, то эта косметичка мне пригодится. Ну, я так-то ее в рюкзак купила. Нормальная косметичка. Давно я, Ренка, не покупала косметичек себе. Такая, знаете, дорожная косметичка. Неплохой вариант. Как тебе обратно-то сквозь-то? А, вот так вот. Надо ее обратно в рюкзак. Она в рюкзаке у меня лежала, короче. Блин, она, кстати, у рюкзака, рюкзака, был паспорт. Ну, типа, это... Какие-то, типа, они говорят у рюкзаки. Ну, это понятно, что это подделка какого-то бренда. Но рюкзак, кстати, неплохой. Люблю я рюкзачки. Сумку свою обратно привезла тоже. А паспорт? Паспорт. Паспорт я, видать, вытянула. Тут какая-то бумажка. Три двести он стоил. Мне его тогда отдали за три. Вот так вот, девочки. Шел он в таком пакете. Надо его сейчас обратно запихать. Вот. Че еще? Тут я уже, короче, взяла себе костюм. Садоводами, между прочим. Ну, у нас же есть люди, которые занимаются через одноклассники, через контакт в нашем городе этими вещами. Ну, а зачем мне искать посредника, который мне выкупит? Это очень долго. И как бы много людей обманывают. Вот такой вот, короче, костюм. Ой. Ну, с капюшоном, говорю, мне с капюшоном не особо нравится. Вот такой костюм. На замочке. На лямочках. Зимой я самое то. Тут, короче, флиз. Знаете, самые... Рукава мне большие. Сама кофта нормальная, а рукава большие. Их подгибать надо будет. Ну, или вот так делать. Ну, я планирую в этом костюме ходить. Фух. Вот. Октябрь, ноябрь. И тут еще такие штанишки идут. Вот такие штанишки шикарненькие. Ну, и карманы, знаете, тут такие глубокие, большие. Мне нравится. Ну, как бы трехнитка, что ли. Тут на резиночке. Вот я люблю штаны. На резинке. Я там покупала тоже черные штаны такие легкие. На резиночке. Внизу, чтобы было. Такая резиночка идет. Ну, неплохой костюм, да. Мне нравится. Надо было, конечно, черный цвет заказать, но я почему-то заказала такой цвет. И что у нас последнее? Взяла я полусапоги себе. Я их еще в августе, короче, заказала. Вот такие полусапоги. Тут это на замочке. Тут на шнурочках. Кстати, мех-мех тут натуральный. Ну, замш это, наверное, не натуральный, но вот мех натуральный. Вот такие сапоги. Ну, там были еще кожаные, но я взяла замшу. Хочу замшу. Это я буду зимой ходить в этих сапожках. Магнитики. Магнитики уже висят все на холодильнике. Вот второй сапожок. Полусапожок. Кстати, тут что-то клей, что ли. Ну, а на пусть я на этот клей. Вот такой же, такой же черненький, хорошенький. Тут даже бумажку положили. Это все с Москвы заказывалось. Ну, конечно, это не я заказывал. Это заказывал человек, которым этим занимается. У нас же скоро снег выпадет. Вот такие шикардосные. Вот такие у Иринки были покупки в этом году. Да, денег потратила много, привезла мало. Ну, как мало. Я говорю, я приехала с большими двумя сумками. У меня еще три пакета было. Меня Максим спрашивает, «А как ты донесла?» Ну, как-то донесла до такси. Не, я когда вышла из поезда, я вниз спустилась в этот переход-то, чтобы выйти с вокзала в Екатеринбурге. Там стоял таксист. Он говорит, «Такси, такси!» Ну, до моего города, до Перу-Уральска. Я говорю, «Сколько?» Он говорит, «Две с половиной». Я говорю, «Не жирно будет? Две с половиной там». «За такси-то отдавать?» Он говорит, «Нет, 55 рублей километр». Я говорю, «Не, за две с половиной не поеду». Он говорит, «Ну, поехали за две». Я говорю, «Ладно, хер с ним, поехали за две». У меня он забрал сумки, донёс до машины, до багажника, всё уложил. Мы, короче, с Екатеринбурга долго выезжали. А сколько? Я приехала в шесть вечера домой. Ну, в Екатеринбург моя остановка была в шесть вечера, а домой я уже приехала в восемь. Ну, считайте, два часа мы забирались, потому что были такие охеренные пробки. Вот так вот. Так что, девочки и мальчики, всем приятного просмотра. Вот такие были у Еленки покупки варежки, варежки. Ну, я хотела немножко, да, другие варежки. Ну, 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 ладно. Ну, хотя я зимой не ношу варежки. И перчатки не ношу. Но в этом году обязательно похожу или в следующем. Так что, всё. Всем приятного просмотра. Пишите свои добрые комментарии. Ну, как всегда. Добрые комментарии. Чё ещё? Ну, даже не знаю. Ну, так вот. Сейчас это надо всё обратно собрать, упаковать. Я только в шифонере припралась. Я два мешка всякой старой одежды, которую я не ношу. Я сложила. Не знаю, можешь кому-то отдам. У меня там хорошие вещи. У меня там костюмов пять на флисе только. Два или три костюма я вообще не носила чёрных. Они как бы лежат. Я их не носила. Надо кому-то отдать. Пускай носят. Так что всё. Всем пока. До скорой встречи. Субтитры Субтитры Субтитры